Сегодня мы путешествуем во времени, рассказываем о моде будущего и отправляемся в кинопрошлое, гуляем по дворцу и ностальгируем по пионерии, рассматриваем металлические скульптуры, спасаем технику от хищных енотов и отмечаем Всемирный день ребенка. Каждому из нас наверняка хотелось бы хоть одним глазком заглянуть в съемочный павильон, чтобы увидеть, как рождаются сцены из любимого фильма. В Омске можно легко отправиться в кинопрошлое. Здесь открылась выставка «Художник из СССР», посвященная Владимиру Мушникову. Он сотрудничал с очень многими и киностудиями, и театрами СССР, и принял участие в создании очень многих постановок. А ведь художнику-постановщику очень сложно, ведь он должен визуализировать то, что написали сценаристы. Это очень кропотливая и сложная работа. Основная идея выставки – показать людям наследие талантливого и незаслуженно забытого художника и показать, наверное, историю нашей кинематографии, театральных постановок именно СССР. Здесь можно увидеть, как герои советских фильмов замерли на холсте, будто кто-то просто нажал на паузу. И такое сравнение вполне применимо, ведь практически каждая работа – это один из множества кадров киноленты, ожившей в красках под кистью художника. Вот эти три работы, они удивительные. Они заставили меня несколько раз пересмотреть фильм «Верка и Зойка». Вот здесь одна из работ, где Верка и Зойка сидят на веранде дачи. Это на даче у Синицыных интеллигентная семья, их попросили там все тщательно прибрать и убрать. Две другие картины, они показывают одна квартиру, в которой жили эти Верка и Зойка, комнаты, а другая – именно квартиру Синицыной. Окунуться в эпоху кинематографа 20 века и освежить в памяти кадры из любимых фильмов можно до 20 декабря в историческом парке «Россия. Моя история». Здесь мы находимся год, уже год, даже больше немного. Идею я подглядела в Южной Корее. В Южной Корее. Вот такой формат. Увидела там, потом увидела, что в России уже есть, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ну, сейчас уже во многих городах подобного формата выставки открыты. Началось все с того, что я купила в Новосибирске двух енотов, которых поселила с собой в квартире в отдельной комнате. Кстати, сын хотел собаку, мама хотела енотов. То есть я. Потому что они очень милые. Также насмотрелось роликов прикольных, и показалось, почему бы и нет. Они по своей природе, конечно, разрушители. Они разрушат все, оторвут все обои, плентуса, розетки. Для них нужно, конечно, условия подготавливать, жилища. И чтобы было безопасно для них, ну и для человека. У этого человека должно быть железное терпение. Комната свободная. И безграничная любовь к животным. Самые старшие еноты – это Степан и Алиса. Те самые, которых я завела когда-то. В 2019 году Степан сейчас уже стал спокойным, был немного сумасшедший. Алиса, мамаша, она в детстве была спокойная. И сейчас, в общем-то, она тоже безобидна. Единственное, что когда родила малышей, была мега агрессивная. Она сидела в клетке и меня кусала тоже на раз. Стеша – это дочка Степана уже. Она, мне кажется, в папу по всем своим повадкам. Но она, нет, она, конечно, может и прикусить, но с ней легко справиться. Феня у нас растет диковатая девочка. Очень жаль, конечно, воспитывала ее Алиса, не я. Она не социальна. А Кузя на сегодняшний день самый спокойный и безобидный малыш. Добрый. Ну, я думаю, что характер у него примерно таким и останет. Самое забавное – это, конечно, воровство. То есть, если человек что-то не уследил в своих карманах, в сумках и прочее, это все забирается, все браслетики, украшения и так далее. И не возвращается. Вот что бывает, когда не следишь за карманами и приходишь в гости к енотам. Фотоаппарат 60-х годов, созданный на основе немецкой фототехники «Лейка» и «Смена 91-го», возможно, тот самый, последний экземпляр, выпущенный в Советском Союзе. К 55-летию дворца имени Малунцева его сотрудники приготовили необычную экскурсию, отправляющую нас в прошлое. Мы стараемся быть интересными каждому поколению наших посетителей. И историю мы зашифровали в QR-кодах. Для них это обычное дело навести телефон, но вскрывается за этим целая подборка ретро-фотографий с историей и даже с загадками. Песни Высоцкого, Тухманова и стихи Есенина. Послушать пластинки в советской квартире можно и сегодня. Здесь воссоздали интерьеры 60-х и 70-х годов, стопки винила, проигрыватель и катушечный магнитофон. Создатели экспозиции признаются, что и сами любят проводить здесь время, а гости не устают делать фото из прошлого. Примерить пионерский галстук и попробовать написать настоящими чернилами. Здесь можно смело сесть за парту и почувствовать себя пионером. Школьный класс 60-х годов. Чернилица «Непроливайка», альбом первой тимуровской команды «Омска» и коллекция марок. Здесь можно рассмотреть, как одевался советский школьник и узнать все о пионерских увлечениях. Детям понравилось произносить клятву, петь песни. А женщина подошла потом к нам и сказала, что благодаря нашей экскурсии она смогла опять снова погрузиться в то время, когда люди были в чем-то чище, в чем-то светлее. И были у людей более простые радости жизни. Поностальгировать или чуть лучше узнать о юности родителей, а может и вовсе самим окунуться в далекое романтическое время и найти ответы на многие вопросы себя сегодняшнего. Пять премьер в новом сезоне. Новый директор и новый главный режиссер. Сегодня свободное время мы проведем в Пятом театре. Илья Владимирович, ну в театре произошли изменения. Теперь должность директора и должность художественного руководителя разделены. Что будет входить в ваши полномочия? Будете вы как-то влиять на творческий процесс или все образы правления дадите главному режиссеру? Конечно же, произошли изменения. Действительно, как правильно говорить, должность худрука разделили на должность директора и главного режиссера. У нас с главным режиссером состоялся такой разговор, что в любом случае определяет политику репертуарную главный режиссер, но я за ней тоже наблюдаю, и мое мнение тоже будет учитываться. Ну, так как я хожу в том числе и в худсовет, то, соответственно, мы все вопросы, связанные с репертуарной политикой, вместе обсуждаем, и, конечно же, я за этим тоже наблюдаю. Максим Кальцев, он достаточно известный такой человек в театральных кругах. Произведут ли какие-то изменения в репертуарной части, в театре, с его приходом, и удастся ли повторить тот былой успех, который был в свое время с постановкой географа «Глобус пропел»? Ну, мы на это надеемся. Если бы мы не были в этом уверены или не надеялись на это, мы бы не приглашали Максима Георгиевича. Если у режиссера есть потенциал, если у него когда-то был успех, то однозначно он должен его повторить. И мы думаем, что впереди у нас большие творческие победы. – Илья Владимирович, все-таки пост директора вы заняли после не совсем приятных таких событий. Каково сейчас настроение в коллективе? Отразилось ли это как-то на деятельности труппы? – Вы знаете, тут наложилось много факторов. Все эти события происходили, когда действовал режим закрытия. Были закрыты учреждения культуры. И я думаю, что все основные переживания ушли вместе, скажем так, с тем периодом, остались в прошлом. Сейчас мы работаем, мы репетируем новые спектакли. У нас идут, скажем так, спектакли нашего основного репертуара. И грустить некогда. – Александра Яркова, она возглавляла театр более 20 лет. И вы, я знаю, что тесно сотрудничали с ней во время фестиваля первой организации. На ваш взгляд, какой стиль управления был у нее? И, может быть, что-то для себя отметите в своей деятельности, уже будете это использовать? – Александра Иларионовна была мамой театра. Она закрывала весь спектр проблем от бытовых, хозяйственных вопросов. И заканчивая вопросами творческого наполнения, формирования, направления театра, в каком он будет развиваться. И, в принципе, для нее был театр «Все», и она. Пятый театр – это Юркова. – Понятно, что сложно загадывать, да, как жизнь дальше сложится. Но все-таки какие ближайшие проекты театр готовит? – Ближайший проект у нас в декабре состоится премьера. Мы ставим современную пьесу американского драматурга Уильяма Даунса. На мой взгляд, очень современная, интересная. У нас приглашенный режиссер Андрей Кореонов, который ставил у нас спектакль. «Свободная пара», «Успешный спектакль». Конечно же, мы делаем новую детскую новогоднюю сказку для наших маленьких зрителей. В январе начинаем делать спектакль, который будет уже ставить Кальсин Максим Георгиевич. Свою первую работу в театре уже в статусе нового главного режиссера. Ну и дальше пошагово пойдем, пойдем, пойдем. У нас сейчас, скажем так, за время простоя, пандемии, да, образовался некоторый вакуум-премьер, который мы сейчас будем восполнять. Прозрачные квадратики мягко поблескивают и тихо хрустят под иглой. Пока они мало чем напоминают элементы стильного лука. Камила создает модули для сухих цветов. Будущий инженер-конструктор изделий легкой промышленности учится проектировать одежду и пробует себя в дизайне. Тренд на осознанное потребление подтолкнул Камилу создать костюм из цветов, которые запечатаны в пластик. Получился необычный футуристический лук со своей философией. Это подарочная пленка, в которой тоже заворачивают и цветы, и какие-нибудь коробочки, игрушки. И чтобы не выкидывать, и чтобы они не загрязняли окружающую среду, их можно переделывать нечто красивое. Название кокон, костюма, подразумевает то, что люди в особенности любят закрываться друг от друга. Это символ отчужденности нашего времени, в том, что люди больше переходят на виртуальное общение, а не на социальное. Розы, гвоздики, астры, сухие цветы Камила покупала в салонах флористики. Дальше создание модулей. Их больше ста. Нужно было вырезать квадраты разного размера, прошить каждый, придать им форму, а потом уже добавить в них сухоцветы. Прозрачность пленки усложняет работу. Требуется хорошее освещение. Кроме того, материал очень хрупкий, его легко повредить. Работа по созданию костюма заняла у Камилы полмесяца. С одной стороны, она сочетает в себе абсолютно уютные направления, связанные с использованием трикотажных полотен, и в то же время она сочетает в себе абсолютный арт. То есть это мода нового поколения, использование новых технологий, новых материалов, попытка реанимировать этнические направления в творчестве, адаптировать их к нашим современным условиям, к нашим современным реалиям и к нашим потребностям. В этом году Камила представила свой проект в конкурсе «Дизайна сибирская этника» и выиграла в номинации «Этнофутуризм». Работы участников были посвящены формированию эко-привычек. Сегодня мода – это возможность высказаться по самым разным поводам и показать свою гражданскую позицию. Визуально, ярко, будь то экология, феминизм или жизнь в условиях пандемии. Я думаю, в моде все равно будут активно развиваться какие-то темы, темы связаны с комфортом, темы, связанные с работой, с функционированием. При этом функционирование это отчасти будет домашним, и какая-то часть офисной одежды явно изменится и станет более какой-то пластичной, более комфортной. И эта история не на один год. Впрочем, говорить о том, что в будущем акцент в моде будет только на комфорт, тоже нельзя. Хотя подиумные театральные луки – это всегда про эмоции и другой взгляд на мир, который может подарить ощущение праздника даже в эпоху нестабильности. Куда уходит детство? Похоже, что не очень далеко. Ведь каждому взрослому иногда хочется, если не снова стать маленьким, то хотя бы поиграть. 20 ноября во Всемирный день ребенка самое время позволить себе развлечения, которые дадут возможность от души поребячиться, отдохнуть от повседневных дел и вдохновить на творчество своего ребенка, братика или сестренку. Маленькие непоседы – большие любители игр. И чем не игра смастерит своими руками игрушку? Например, просто и быстро в домашних условиях можно сделать слаймы. Дети 90-х знают их как лизунов – пластичный цветной комок, который не боится ударов об стену и быстро собирает сам себя в кучу, из которого можно слепить все, что душе угодно. Появился на свет в Америке в 1976 году. С тех пор уже 45 лет в мире пытаются разгадать и улучшить рецепт лизуна. Для дизайна игрушки используют специальные красители, блестки и даже пенопластовые шарики. Все необходимые ингредиенты можно приобрести в специализированных магазинах, либо сделать из подручных средств. Многие используют разные гели для стирки, гели для душа, много всяких моющих средств для того, чтобы улучшить тянущие слаймы. Это как игрушка антистресса и игрушка для развития мелкой моторики рук. Развитие мелкой моторики полезно для интеллекта не только ребенка, но и взрослого. И здесь все средства хороши. Мозаика, пазлы, конструктор с некрупными деталями. Для продвинутых пользователей есть варианты посложнее. Рисование в технике, которая зародилась на Востоке еще в IX веке. Эбру – это танец цветов. Их визуальное переплетение, создающее неповторимые узоры. Это только кажется, что нарисовать подобную картину несложно. На самом деле, чтобы добиться тончайших линий и обучиться этой технике, могут уйти годы. Рисунок можно создать 5-7 минут. За 5-7 минут ребенок почувствовал себя художником, почувствовал себя героем без привлечения, скажу. Потому что, когда начинаешь рисовать, внутри тебя очень много всего происходит. Там и ситуация преодоления соприкосновения с водой, какого-то страха, тревожности. А получится у меня или не получится? Здесь творцом ребенок становится буквально сразу. Еще один способ, где семья может превратиться в соавторов художественного произведения, а заодно и помедитировать – это песочная анимация, которая за счет света и тени завораживает, расслабляет и уводит человека от суеты. Здесь не бывает лишних рук, а просыпать песок – хорошая примета, ведь этот природный материал обладает уникальными свойствами. Песок обладает заземляющими действиями, он заземляет негативную энергетику. И получается, если вы устали, если вы раздражены, то, соприкасаясь с песком, песочек все забирает, и вы отдохнувшие, восстановленные, то есть полны эмоций каких-то радостных. Детки, которые гиперактивны, они, наоборот, успокаиваются. А те, кто слегка скованы, зажаты, детки, наоборот, на песке раскрепощаются. И пусть за подобным досугом свободное время утекает, как песок сквозь пальцы. Эмоции и вдохновение творят чудеса. Доказано, что самые счастливые люди – это те, кто держат открытыми двери для творчества и смело пускают новое и яркое в свою жизнь. Меня зовут Александр Капралов. Я занимаюсь сварной скульптурой. Вот хочу вас пригласить в мастерскую, показать вам работы. Здесь представлено несколько работ. Они все исполнены в технике сварки, металл обычный. Здесь представлена работа, вот такой заклинатель птиц. Какой-то вот шаман такой, вот птицы. Есть вот такие моменты какие-то, какие можно сделать в сварке, вот пространство какие-то пустые, отверстия, что как бы не сделать в дереве. И все-таки вот, когда я пришел к этому материалу, ну, понимаешь, что это вот твой материал. Все-таки материал свой надо найти. Кому-то, да, гладенькое, беленькое, дерево мягкое. Ну, вот я как бы вот прикипел к металлу, к черному, к колючему. И вот работаю в этом материале. Чтобы сделать одну такую скульптурку, даже небольшую, это все помещение покроется слоем пыли, грязи, сажи и все прочее. Поэтому я делаю это все там в Москаленке, моя родина, я там живу, там у меня цех, там я все это делаю и сюда привожу уже в готовую работу. Она здесь стоит. Вот видите, вот здесь вот крест несущий. Это фигура, вот эскиз, который был сделан к памятнику Достоевского. Ну, вот крест несущего возле драм-театра. Я его сделал после третьего курса. Это был проект ни к чему, просто творческая работа. Крест несущий, вот это вот 20 лет назад было слеплено. И не слеплено было раньше, просто поставлено было 20 лет назад, вот она в металле. То есть получается творческая работа, я ее на диплом выставлял, как композицию. Она там чуть-чуть деформировалась, но и в результате она стоит в Омске, в городе. Ну, это моя лучшая работа. Бывает, иногда находишь такие вещи, вот, допустим, вот могу вам показать, вот сейчас я ее возьму, вам покажу. Вот скульптура, такая девушка, да, плененная. Вот этот вот узел, вот этот вот кусок, тут мы его отковали, а вот этот узел, он был на такой одной конструкции, то есть на нее подвешивали, она была вот так вот, здесь там крюк висел и прочее, прочее. Это была вот такая вот штука, ну, так она мне понравилась, потому что так вот закрутить, это надо разогревать в кузне, там много проблем. А так вот она нашлась, полежала у меня несколько лет, и потом вот получилась такая работа. Работа этого года, вот, она называется 2020. Ну, вот такой у меня коронавирус, вот, понимаете, вот такой дракон, намек, да, на Китай, какая-то маска средневековая, которая спасала тоже от чумы, да, ну, и он весь такой вот. Вот такой получился у меня коронавирус или 2020 год. Я считаю, что в Омске мы ничем не хуже, чем в Париже. Мы такие же самые, у нас искусство на высшем уровне, и найдутся у нас десятки художников, которые на любом уровне могут выставляться. И в Лувре, ну, и я думаю, что Лувр, что на музее Достоевского, это одно и то же. Мы должны своих художников поддерживать, ходить на выставки, покупать у них работы, хвалить их. Ну, а художники будут работать тогда, стараться. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»